34 тысяч рублей лишился Саровчанин. Мужчина заказал через интернет-магазин зимнюю резину на автомобиль. Внес 100% предоплату и отправил фотографию чека продавца. Он написал письмо на электронную почту. На это письмо он получил ответ о том, что его заказ отправлен. И после этого на телефон, указанный на интернет-сайте, никто не отвечает. И на электронные письма тоже. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В подобной ситуации оказалась еще одна жительница города. Женщина заказала в интернет-магазине сигнализацию для автомобиля за 4 тысячи рублей. Она оплатила 100% наложенным платежом, полную сумму, и спустя месяц по почте России ей пришел глюкометр. Пока неизвестно ничего, пока проводится проверка. На дорогах за минувшую неделю произошло 11 ДТП, в двух пострадали люди. Одна из аварий случилась на улице Зернова. Водитель, управляя автомобилем Киа, на высокой скорости въехал впереди стоящую машину. Выбрал такую дистанцию до движущей впереди транспортного средства, которая не позволила ему избежать столкновения. Спереди движущейся машиной Рено Логан столкновение он это осуществил. И в результате ДТП пассажир автомашины Рено Логан, женщина 55-го года рождения, которая сидела на заднем пассажирском сидении справа, которая была пристегнута ремнем безопасности, получила телесные повреждения о растяжении связок шейного и грудного отдела позвоночника. После осмотра врачом была отпущена домой. Еще одна авария произошла на проспекте Музруково. Женщина, управляя автомобилем Ниссан при выезде с парковки, проигнорировала знаки дорожного движения и создала аварийную ситуацию. В результате данного ДТП женщина, 75-го года рождения, как раз водитель автомашины Экстрейл, получила телесное повреждение, сотрясение головного мозга и была отпущена врачом домой. Стражепорядка настоятельно рекомендует горожанам быть бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24.